Приветствую вас, давайте мы с вами попробуем разобраться с тем, что вы написали. Уже пять лет я встречаюсь с парнем на расстоянии, здесь сразу к вам у меня возникает такой вопрос. Почему вы встречаетесь с парнем на расстоянии? То есть, как вы к этому пришли? К тому, чтобы встречаться со своим парнем на расстоянии. А как вы к этому пришли? Понимаете ли вы, что отношение на расстоянии имеет свою особенность? Такую, как, например, идеализация образа. Такую, как, например, невозможность видеть реального человека. Вместо этого видится образ такой более искаженный, скажем так. Вот. То есть, как так получилось, что вы вступили в эти отношения на расстоянии? Далее. Ну, то, что мужчина хочет, чтобы вы были с ним, да, ну, именно вот. Жили с ним и так далее. Это одно. Кто-то на этого хочет. Вопрос на самом деле в другом. Как бы, жили ли вы вместе до этого момента? До того, как захотели наконец-то съехаться. Есть ли у вас опыт совместной жизни? Потому что, если опыта нет, то вы приедете к нему, а там, возможно, будут какие-то подводные камни. Которые вас могут, ну, скажем так, вдруг от друга, да, оттолкнуть. Вот. И я не думаю, что это хорошая, правильная идея. Если мы говорим именно о будущем ваших отношений, то есть все-таки нужно к этому вопросу подходить в некоторой степени более осознанной. Потому что, как-никак, все-таки люди вы, взрослые люди вы уже достаточно серьезные, да, чтобы осознанно делать какие-то шаги и поступки. Вот. То есть, первый вопрос, это вопрос именно такой. Вопрос подготовленности вашей к будущей жизни совместной. И тут на самом деле лучше не спешить, лучше все как следует обдумать, попробовать посмотреть, получится ли, не получится ли у вас. Например, вопрос возникает, вы встречались вообще или нет? Далее. Первый курс института я закончил в своем городе, учился я на бюджете. Ну, каждый год нашего расстояния с парнем дается нам очень нелегко. А полная картина ваших отношений, она какая? Потому что я не увидел, например, у вас то, с чего отношения начинаются. То есть, они начинаются со встречи, с букетно-концентного периода. Они начинаются с того, что люди как-то узнают друг друга. А насколько вы знаете друг друга? Насколько вы чувствуете друг друга? Насколько вы хорошо понимаете друг друга? Вот. Что вас объединяет, что связывает, что у вас общего? Вот. Это очень важный момент. Если вы собираетесь жить с человеком, то логично предположить, что вам нужно будет как-то организовывать свой быт и так далее, и так далее, и так далее. Для этого нужны наработки, навыки. Понимаете? По опыту могу сказать, что если вы переедете к нему сразу, то, скорее всего, между вами будут ссоры и так далее. Потому что мечта об отношениях, которые у вас есть сейчас, является целью, которая вас, возможно, стимулирует. Ну, к тому, чтобы двигаться, к тому, чтобы что-то делать, наоборот. Но, но, если вы этой цели добьетесь, то что будет тогда дальше? Чего вы хотите для своего парня? Чего вы хотите для себя? Почему нелегко дается каждый год? Ну, вы можете встречаться. Вы вот не сказали, да, о том, где живете вы. Ну, он живет в Московской области, а где живете вы, вы не сказали. Вот. Значит, дальше. Нам очень нелегко, он живет в Московской области, и обучение в институте там будет стоить около 990 тысяч рублей. Ну, смотрите. Как бы вы не обязаны вообще-то сразу учиться, да? То есть, вы можете совершенно спокойно, ну, после переезда к нему, вы можете совершенно спокойно пойти работать, например. И, поработав, заработаете денег немного, и вот уже тогда на основе этого, на основе этих средств вы уже можете, вы уже можете случиться. То есть, это такая вот позиция, да, такая вот точка зрения более реалистичного. То есть, не нужно ставить учебу обязательно, ну, как бы поверх, как бы сверх, сверх значимый. Вот. Не нужно это делать. Это все будет хорошо. Учеба – это здорово. Но если вы любите человека и хотите быть с ним, с человеком, то, на мой взгляд, имеет смысл вот сделать так. То есть, имеет смысл, а потребитель – или чем он будет? Да? Оставить приоритеты. Потому что такого, такого вот, чтобы и то, и то было, невозможно добиться. Что-то придется выбрать. Он хочет, чтобы я туда переехала. Вместе с ним жила и училась в его городе. Хорошо. Окей. Работать, кто будет, обучение, кто оплачивать будет. Если он готов это делать – хорошо. Будет оплачивать, никаких проблем нет, нет. Если он это на вас как бы возлагает, то возникает вопрос – а вам это вообще зачем? Я боюсь, что мы не сможем потянуть такую стоимость, снимать квартиру и платить за обучение. Это да. И значит, ну да. Кто-то выбрал. Это нормально. Человек выбирает либо отношения, и вы работаете, и потом впоследствии учитесь. Либо вы выбираете учебу, но отношения приносят в жертву. И так далее. И в этом нет ничего страшного. Это вопрос выбора. Это вопрос выбора каждого из нас. И просто вам, просто вам нужно сделать свой выбор. Вам нужно расставить свои приоритеты собственные. И когда вы это сделаете, когда вы честно зададите себе вопрос, что для меня-то важнее – учеба или отношения? К чему я-то сама больше отдаю важности, больше придаю важности – учебе или отношения? Все. 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 Все сразу станет на свои мешка. Сразу. Моментально. Понимаете? Все. Все. Но пока… Пока. Пока. Пока сладца пока. И она будет такой. Потому что, например, мужчина, он преследует свои цели. Ваш папа преследует свои цели. Вы преследуете свои цели. А его родители преследуют свои. Так. Его родственники и мои говорят, что лучше вы будете летать друг к другу, чем бытовуха вас сожрет. Но это, знаете, такая классическая игра в родительский комитет. То есть, мы лучше знаем, что для вас будет хорошо. Понимаете, первое испытание, которое вам предстоит пройти, это испытание не… Расстояние. На самом деле. Первое испытание, которое вам предстоит пройти, это проверка родственников ваших журналистов. Вот это первое испытание, которое вам предстоит пройти. Пройдет испытание родственников, то есть, грубо говоря, перестанете на них обращать внимание вообще всяческое. Вы будете сами решать, что вам делать, как делать и так далее. Да? Да? И это будет первая ваша победа, что вы сами стали свободны и можете сами принимать решения. не ориентирует ни на кого-то, только на себя. Вы сами как считаете, что сожрет вас быть или нет? Сами вы как думаете, думаете? Это важно. Почему вообще родственники что-то говорят? Это чья жизнь? Паша или их? Дальше. Значит так. Он не понимает этого и говорит, что ты слушаешь их, а не себя. Он не понимает этого, да? А как есть на самом деле? На самом деле ситуация как обстоит? Вот просто, просто если подумать, как обстоит на самом деле ситуация. Вы слушаете себя в этой ситуации или слушаете их, или вы просто не уверены в себе? Это большой вопрос. Если вы не уверены в себе, это одно. Ладно, с неуверенностью в себе нужно будет работать. Если вы согласны с мнением этих людей относительно, ну, относительно тех моментов, которые они говорят, это немножко другое. Понимаете? Но если вы сами согласны с ними, если вы сами согласны с тем, что эти люди считают, то простите. Тогда нужно иметь мужество и силу, чтобы сказать себе, да, я с ними согласна. И я сделаю так, как хотят они, да, так как они говорят, я сделаю. Потому что, я считаю, так будет лучше. По-другому не будет, по-другому не получится, по-другому не работает история. Понимаете? Никак. В другом не бывает. Вот здесь. Против для себя эти моменты выявить. Обязательно. Дальше. Так. Я переживаю, что ему просто надоест знать меня, и он перестанет верить моим словам. А почему? А почему вы переживаете об этом? Если он перестанет вас знать, означает ли это, что он вас любит, что у вас любовь? Действительно есть чувство, означает ли это, что у вас действительно искренние отношения? Ну, вот в этом случае, понимаете? Означает ли это, что для вас означает то, что мужчина, например, перестанет вас ждать? Вот лично для вас, что это отношение? Почему вы этого боитесь? Если ваша позиция, которая есть у вас, расходящая, расходится с позицией мужчины по какой-либо причине, и вы уверены в своей позиции, что естественно, естественно, что выбирать нужно именно свою позицию. Потому что потом, если этого не сделать, есть очень большой риск того, что вы будете себя горить, того, что вы будете себя бичевать и вообще будете испытывать неудовлетворенность от того, что вы поступили так, как хотел мужчина, а не так, как хотели вы. Но в основе, в основе, все равно, лежит ваша неуверенность в себе. Мне на душе неспокойно, и я себя чувствую виноватой. Из-за чего? Все меня ждет, и уже надеется на то, что я приеду, а я все думаю, как будет лучше. Знаете, вот откуда такое рвение, значит, оправдывать надежды человека? Я не говорю всех людей, его хотя бы, мало ли на что он надеется, мало ли чего он ждет. Если же ваша жизнь, и она, ваша жизнь, должна быть такой, какой вы хотите, а не такой, какой хочет он. Разве это не справедливо? Что заставляет вас чувствовать себя виноватой и ожидать от себя того, чтобы оправдывать надежды другого человека? Знаете, откуда это? Я скажу, скорее всего, связано это с тем, что ваш отец, так же, как и молодой человек, возлагает на вас надежду. И вы пытаетесь оправдать надежду своего папы. И так же точно пытаетесь оправдать надежду и молодого человека. Но правда в том, что ни ожидания папы, ни ожидания молодого человека оправдывать вам не нужно. Папа хочет, чтобы у нас все было хорошо. Это его право. Как родители. Но нет ничего хорошего в том, если он влияет на вашу жизнь. Если он влияет на то, как вам жить, что вам делать. Понимаете? И поэтому здесь следует ограничивать то, чего хочет папа для вас и его личные амбиции, его личные желания. Понимаете? И то же самое следует делать и по отношению к молодому человеку. То есть посмотрите на эту ситуацию и так. Чего хочет для вас ваш папа? Вообще. Ну вообще в общем, как родители. Наверное, счастья. Наверное, он хочет для вас счастья. Я так думаю. Да? Скорее всего. Если он хочет для вас счастья, значит ему и видится, каким образом это счастье может быть реализовано для вас. Но его видение ситуации обусловлено субъективными особенностями восприятия. Как лучше для вас, чтобы было счастье, он не знает и знать не может. Но в силу того, что вашей позиции у него нет, или в силу того, что как родители он считает, что вы еще многого не понимаете, он пытается навязать вам свою позицию. С этой точки зрения поступая, ну, единственное, верно, для родителей. Но вы уже взрослые. И вам самой нужно увидеть, что для вас является счастьем. Иначе вы так и будете все время оправдывать ожиданиям всех. То отца, то молодого человека, который в этом смысле заменит вам папу. То есть то вы оправдывали надежды отца, теперь вы и будете оправдывать надежды молодого человека. Ни то, ни другое не является сколько-нибудь конструктивным и правильным поведением. Для вас, по крайней мере. Вот. Дальше. Так. Значит так. Из родителей у меня только папа, который хочет, чтобы я получил достойное высшее обладание. Зачем? Для чего личное папе это нужно? Где здесь дифференцируется то, чего он хочет для вас и то, чего он хочет для себя? Подумайте. Я не знаю, как он воспримет мой переезд, потому что он возлагает на меня огромную надежду. Я очень рад. Значит. Я не знаю, как он воспримет мой переезд. Переезд ваш, он в любом случае воспримет плохо. Потому что его маленькая девушка, какой он считает вас, не может никуда ехать. Для него это нормальное естественное поведение. Он считает, что вы себе навредите. И ему тоже. Но вред ему это не то же самое, что вред вам. Поэтому, если вы считаете, что переезд это то, чего вы хотите. Если вы считаете, что переезд это правильное решение, идущее в подтверждении ваших ценностей. например, то неважно, кто и как воспримет его. Неважно. Я говорю, это первая проверка. Это первая проверка вашей уверенности в себе. И готовности защищать свою позицию. Понимаете? Ну а про огромную надежду я уже вам сказал. Вообще здесь, в том, что касается чувства вины, вы ведь жили и живете с этим чувством вины, я полагаю, довольно долгое время. И думается мне, что с чувством вины можно будет работать более приватно. Да? Да? Ага. Чтобы оно вам не мешало. Я, конечно, могу это сделать как бы в рамках ответа. Вот. Но мне бы не хотелось, чтобы это было так, потому что эффективность гораздо меньше. Итого, вы просите нас помочь. Помощь, на мой взгляд, заключается в том, чтобы убрать вину, убрать чувство вины. Чтобы вы смогли свободно принимать решения, которые считаете правильными именно вы и только вы. И вот это, на мой взгляд, и является той помощью, которую может дать вам психолог. А дальнейшее, ваш выбор, это то, что определяете только вы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Аминь, пока не ближе. Продолжение следует...